Вступление и заключение Вы уже видели этот слайд. Классическая схема ораторской композиции требует, чтобы речь была пятичастной, состоящей из зачина речи, из вступления, потом из основной части содержания, потом из заключения и концовки. Как мы говорили, проповедь требует большего количества составных частей, но мы дробим ее просто мельче. Зачин, вступление, посылка, чтение текста, повторение посылки, вопросительное предложение, переходное предложение, основная часть. Это пункты и подпункты, уже обросшие клочью и мускулами. Заключение и концовка. Таким образом, схема классической экспозиционной проповеди вот такая, десятичастная. Мы до сей поры очень много говорили о посылке, о вопросительном, переходном предложениях и об основной части. У нас, собственно, осталось зачин и вступление, заключение и концовка. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, вступление. В общих чертах, что можно об этом сказать? Вы же знаете, что, как правило, газеты и журналы начинают читать с последней страницы. Поэтому издатели на последней странице располагают самую интересную информацию. В письмах, как правило, самые важные мысли содержатся в постскриптуме. У группы Битлз была замечательная песня, она называлась «Пи-эс, I love you». Самую важную мысль автор письма выразил в постскриптуме. Когда оратор начинает говорить, у слушателей нет возможности услышать сразу конец его проповеди, чтобы понять, к чему он клонит. Поэтому вступление должно быть одновременно интересным, интригующим и иметь в виду конец вашей проповеди. Дело вот в чем. Когда оратор начинает свою речь, слушатель как бы стенографирует его, как бы беззвучно комментирует эту проповедь. Так, начал говорить с привычных фраз, ну, значит, дальше можно не слушать. Так, запинается, мямлит, мычит, не знает, что сказать, или начинает свою проповедь с банальностей, со всем известных вещей, делает отступление длинное, повторяется, говорит неграмотно, начинает вести себя по-хамски, сразу опровергать мнение других, отвечает на вопросы раньше времени, которые никто не задавал, делает преждевременные выводы и так далее. Есть такое понятие в теории коммуникации, как информационная мусорная корзина. Туда отправляется все то, что вы говорите, если вы не сумели заинтересовать слушателя в течение самого начала вашей речи. Вступление является эдакой настройкой на слушателя. Если вы когда-нибудь играли на гитаре, вы знаете, как важно ее перед этим настроить. Если не настроишь, все, вся песня пойдет на смарку. Нет ничего хуже, чем расстроенный музыкальный инструмент. Что же из себя представляет собой вступление? Вступление обычно двухчастное. Оно состоит из зачина речи и, собственно, вступления. Что такое зачин? Зачин речи – это самое ее начало. Самое ее начало. Это еще не речь, но уже начало. Что он содержит в себе? Как правило, зачин содержит в себе какие-то этикетные формулы. Вы вышли за кафедру, ну, нужно же как-то поздороваться. Причем очень плохо, если зачин содержит в себе очень штампованные формулы этикетные. Ну, хотя такой сакраментальный для русских баптистов фраза «Приветствую вас, братья и сестры», в принципе, должно быть достаточно. Но я вам рекомендую зачины время от времени разнообразить. Если вы как-то поприветствуете паству необычным образом, это только добавит вам плюсов, это добавит вам какого-то внимания. Даже просто поменяйте местами братьев и сестер, скажите «Приветствую вас, сестры и братья», как тут же сестры заулыбаются. Вы можете сделать на этом акцент, сказать «Почему же несправедливо, мы все время братьев ставим на первое место». Ну и так далее. Зачин содержит в себе визуальное сообщение, которое вы несете собою, своим внешним видом. Конечно, если вы вышли за кафедру в грязной оборванной майке, в грязных джинсах, это одно визуальное сообщение. Если вы вышли в каком-нибудь наглухо застегнутом на все пуговицы костюме, это другое дело. О низком культурном уровне свидетельствует свитер, заправленный в брюки. Ну и так далее. Если вы вышли понура, опустив плечи, уставив глаза в пол, волоча за собой сумку с конспектами и библией, это тоже визуальное сообщение. Либо вы выскочили за кафедру бодрячком, как эдакий мячик резиновый. Это тоже своеобразное визуальное сообщение аудитории. Если вы перед проповедью громко долго сморкались, поправляли очки, что-то листали, бубнили себе под нос, что-то вроде, как же надоели они мне, чтобы сгинули они все. Это тоже своеобразный зачин. Конечно, делать так не рекомендуется. Но, в общем-то, какое-то визуальное, первичное визуальное сообщение несет в себе именно зачин. Это составляющая часть зачин. Чем могут определяться особенности зачина? В предшествующем выступлении. Например, что-то хорошо спел хор, и вы решили это отметить. Конечно, это правило хорошего тона, похвалить предыдущее выступление. Но старайтесь быть искренними. Это не означает, что хамить нужно. Нет, хамить нельзя. Лучше тогда вы сдержитесь от каких-нибудь оценок. Ну, или если проповедники предыдущие усыпили аудиторию, вам нужно ее, конечно, как-то взбодрить. Средой может быть продиктована особенность зачина. Например, очень жарко в помещении или холодно. Можно пошутить на эту тему. Можно как-то отметить какие-то особенности, присущие именно сегодняшнему собранию. Тем, что сказал ведущий, представляя вас. Может быть, вас как-то разрекламировали, если вы гость в церкви. Или наоборот, просто кто-то вам кивнул. Или вы вышли за кафедру и увидели там какую-нибудь незнакомую надпись. Как в одной из церквей на кафедре было написано «Сердце мудрого знает время и устав». И проповедник, вышедший за кафедру, тут же пошутил. У вас на кафедре написано «Заканчивай скорее». Такова прагматика текста. И так далее. Зачин, как правило, импровизируется. Зачин не выписывается заранее. Каждый оратор, выходя за кафедру, тем не менее, уже должен примерно представлять себе, как он начнет ту или иную свою проповедь. Хуже всего, если вы будете мямлить, мяться, пребывать в нерешительности. Продумайте, пусть не заранее, потому что всего предугадать нельзя, но, по крайней мере, за несколько минут до того, как вы выйдете за кафедру, продумайте зачин. Зачин может указывать, в каком ключе будет произнесена речь. А, кстати, может и не указывать. Зачин может быть шутливым, а речь будет серьезной. Но иногда он дает эмоциональную окраску всей вашей речи. Зачин должен привлечь, зацепить внимание. Слушатели должны понять, что вы им, как оратор, интересны. Вы должны установить, как бы, с ними мысленную связь. Поэтому можете что-нибудь из жизни кратенько рассказать? Когда я шел сюда, я подскользнулся и упал. И вспомнил, как написано, на скользких путях ты поставил их. Что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс. Знаете ли вы, что наша церковь – это бывшее здание, я не знаю, детского сада? Если знаете, то это хорошее сравнение. Мы, как бы, такая колыбель. Детский сад для духовных младенцев. Ну и так далее. Какая-нибудь странность, как будто не идущая ни к месту, ни к делу, но на самом деле связанная со всей речью. Все это может быть в зачине. То есть, несколько фраз буквально. Это могут быть несколько слов благодарности в адрес слушателей. Если слушатели вас долго ожидали, высидели три часа, то можно их поблагодарить. Если вы в гостях, надо сказать нечто положительное о городе, народе, горожанах. Когда я сотрудничал с миссией Возрождения и проповедовал на предварительных евангелизационных собраниях в населенных пунктах, вокруг центрального населенного пункта, где, собственно, звучала проповедь Виктора Гаммы, я помню инструкцию, которую давали и нам, как молодым благовестникам, и тем, кто устраивает нашу жизнь и быт. В частности, один из пунктов инструкции гласил, обязательно предоставьте в распоряжение проповедника местную прессу, местные, так сказать, сочинения местных поэтов и информацию по истории этого города. Проповедник эту информацию должен использовать в своей проповеди. И нам такую информацию предоставляли. Я это помню прекрасно. Зачин — это еще не проповедь, но это уже начало вашего выступления. Зачин — это своеобразное вступление к вступлению. Зачин должен длиться коротко, не более 30 секунд или 1 минуты из 40-минутной проповеди. Ведь это совсем-совсем что-то очень короткое, какая-то попытка первого контакта с аудиторией. Зачин дает проповеднику время открыть Библию, конспекты разложить, заполняет паузу. Зачин дает возможность проповеднику проверить микрофон. В микрофон никогда не дуйте, не стучите по нему пальцем. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, вас убьет звукооператор после вашей проповеди. Поэтому зачин — это такая возможность как-то заполнить паузу, естественную паузу перед началом проповеди. Вступление. Что, собственно, представляет собой вступление и каково его назначение? Назначение вступления заключается в том, чтобы сфокусировать сознание слушателей. Как объектив камеры наводит резкость, так же сознание слушателей, оно размыто, и его необходимо сфокусировать. Необходимо из того многообразия мыслей, которые роятся в головах у слушателей, вычленить одну мысль, о которой вы будете проповедовать. Таким образом, вступление задает тематическое направление вашей проповеди. Многообразие тем должно быть сведено к одной теме. Назначение вступления состоит также в том, чтобы завоевать внимание аудитории. Если на афише, рекламирующей ваши проповеди, написана какая-нибудь чушь, вроде всемирно знаменитый проповедник, или если вас как-то так хорошо представили, это вовсе не означает, что слушатели будут вас слушать и внимать вам благоговейно. Внимание аудитории нужно завоевывать. Причем делать это нужно периодически, во время всей проповеди. Держать внимание. Вступление должно быть сразу захватывающим, оно должно держать слушателя в напряжении, оно должно быть интересно ему. Вступление также должно высветить потребности, нужды слушателей. Вы же знаете, что потребности и нужды бывают субъективны и объективны. Например, человек может думать, что ему нужен новый айфон 4G. Вот это его потребность субъективна. На самом деле он, конечно, не думает о том, что ему нужно покаяние и прощение грехов. Это нужда его объективна. Он ее может не ощущать. Ваша задача, как проповедника, высветить объективную нужду. Для того, чтобы слушатель слушал вас дальше, он должен понять все. Все то, что вы будете сейчас говорить, это очень важно в его жизни. Ему должно захотеться вас слушать дальше. Вы должны каким-то образом дать понять ему. То, что я сейчас буду говорить, это архиважно для тебя. И, конечно, вступление должно подготовить аудиторию к восприятию дальнейшего материала. Аудитория должна знать, что дальше будет что-то интересное. А вступление должно содержать нечто аудитории уже известное, но в то же время тоже интересное. Вот такой вот парадокс. Это, как правило, подготавливает аудиторию воспринимать неизвестные вещи. И то, и другое все должно быть, конечно же, интересно. Классическая ораторская школа знает четыре способа вступления. Конечно, их может быть и больше, потому что их можно комбинировать между собой в разных вариациях. Наверное, кто-то может не согласиться с тем, что в вступлении бывает всего четыре вида. Но, так или иначе, вот эта классификация известного немецкого оратора Лемермана. И мне она очень нравится, и я рекомендую ее вам. Четыре способа вступления. Давайте их рассмотрим. Первый из них называется способом подкрепления. Термин такой военный. Проповедник как бы вызывает подкрепление себе на помощь. Причем подкрепление вызывается из числа слушателей. Что это за способ? Задача этого способа установить теплую домашнюю атмосферу в зале. На самом деле, это очень хорошо работает при нескольких условиях. Если аудитория довольно немногочисленна, если в зале немного народу. Или если аудитория очень хорошо к вам расположена. Ну, или, по крайней мере, нейтрально к вам расположена. Оратор должен здесь заставить слушателей почувствовать к нему доверие. Повысить некое чувство общности с аудиторией. Обеспечить атмосферу благожелательности. Это должно быть просто сделано, ясно и примиряюще. То есть, вы должны как бы мимикрировать под аудиторию свою. Она должна увидеть вас своего человека. Это делается даже иногда в зачине. При помощи каких-то таких вот фраз, зацепок. Например, вы можете сказать, когда я ехал сюда в троллейбусе, в переполненном, и так далее. Слушатели поймут, что у вас нет Мерседеса. Ну, только вы не должны врать, конечно. Вы должны действительно приехать на троллейбусе. Они поймут, что вы такие же, как они. Вы так же давитесь в троллейбусах, и так далее. Слушателям всегда нравится, когда оратор обращается непосредственно к ним. Вот интересно, что способом подкрепления очень хорошо владеет Вениамин Маркович Крейман. Если вы видели, как проповедует вот этот пожилой маленький еврей, это всегда в церкви выглядит очень мило, как-то по-домашнему. В каждой церкви русской баптистской у него есть знакомый. И он приезжает туда. Как правило, живет он в США, и вот он приезжает в церковь. Он там давно не видел своих друзей. И поэтому с кафедры он все время начинает в начале проповеди как-нибудь так. Говорит там, Маша, ты что ли? Ой, сколько лет, сколько зим? Там, Федя, ой, я тебя не видел давно. А помнишь, мы с тобой тогда-то за хлебом в очереди стояли. А помнишь, мы Евангелие читали вместе. И как-то он умеет это сделать органично, что сразу уцаряется такая дружеская атмосфера. Как-то все расслабляются, все чувствуют себя частью некой общности, вовлеченной в то, о чем будет говориться. На самом деле, не обязательно делать вот так, для того, чтобы способ подкрепления реализовать. На самом деле, способ подкрепления это просто, скажем так, затянувшийся зачин. Когда вы пытаетесь максимально расслабить, что ли, аудиторию. Я помню свое первое путешествие в качестве проповедника за границу. Я должен был поехать в Финляндию. Естественно, меня это очень страшило. Ну, я не знал, как себя там вести. Вообще, люди иной культуры. Это всегда что-то такое неприятное для проповедника. Потому что не знаешь, что их обидит, а что, наоборот, вызовет у них положительную реакцию. Поэтому я надлежащим образом подготовился. Я спросил у некоторых финнов, которые были мне доступны. Значит, прямо спросил. Скажите мне честно, чего ни в коем случае нельзя говорить финнам в проповеди? И что можно? Ну, мне дали целый список, что нельзя шутить про правительство. Что финнам, пожалуйста, не рассказывайте про то, что Ленин дал им свободу в Финляндии. Не любят финны этого. Конечно, не рассказывайте про советско-финскую войну. Но это и дураков понятно. Я им не рассказывал, что мой дедушка воевал на Карелло-Финском фронте. Это звучит примерно так же, как если бы в нашу церковь приехал немец из Германии и начал говорить, что его дедушка уже бывал в России под Сталинградом. Ему очень понравилось. Ну, это будет, конечно, неприятно. Это я понимал прекрасно. Вскоре я понял, что у финнов, например, есть некий комплекс по отношению к русским. То есть, Финляндия была частью Российской империи, всегда хотела независимости от России. А русские всегда вели себя, как такие старшие братья, пытающиеся навязать свое мнение финнам. Поэтому я подумал, что было бы хорошо, если я бы попытался вести себя как финн. Я, значит, велел своему знакомому финну написать мне русскими буквами на финском языке песню «Этот день сотворил Господь». Я выучил эти слова. Когда я спел эту песню финну, он долго хохотал, сказал, ты неправильно ее поешь. Совершенно так нельзя. Я сказал, во, вот это то, что надо. Так мы и оставим. Ну, прекрасно, я знаю, я все время ставлю себя вот в такую же ситуацию. Что было бы мне приятно, если бы вышел какой-нибудь чернокожий проповедник в шапке-ушанке из балалайка и сыграл какой-нибудь наш баптистский гимн, это всегда бы смотрелось как бы хорошо. Если бы он еще пел с акцентом диким, это нормально. Поэтому, я помню, я вышел, спел эту песню, я выучил, как по-фински будет. Павел Бегичев, финн, вот, сказал эту фразу, спел песню с жутким акцентом на финском языке. И я даже поразился той реакцией. Я раньше думал, кстати, что это, ну, анекдоты. Но на самом деле жители Севера немножечко заторможенные люди. Реакцию вызвать у них крайне тяжело. Но тут они аплодировали, смеялись. То есть, все это было очень забавно с их точки зрения. Поэтому я даже, мне кажется, немного перегнул палку после проповеди. Меня еще несколько раз просили спеть эту песню на финском языке. Но так или иначе, атмосфера была установлена. Вот атмосфера недоверия к толстому русскому проповеднику была сломлена. И я делал это абсолютно искренне. Мне реально понравились эти финны, такие добродушные, в чем-то неуклюжие. Но очень милые люди. Поэтому вы можете как-то над собой пошутить в таком вступлении, в способе подкрепления. Как-то, может быть, выставить себя в смешном свете. И можете не сомневаться, что аудитория будет пленена этим. Например, я читал, когда немец Ганс Дитрих Геншир, он был министром иностранных дел Германии. И однажды он выступал на каком-то международном совещании. И при этом он очень плохо говорил по-английски. Поэтому свою речь он начал с такой специально заготовленной фразы. Он сказал, леди и джентльмены, с английским языком у меня проблемы примерно такие же, как и с женой. Я ее люблю, но она меня не слушается. Ну и так далее. То есть нужно вызвать улыбку, сказать несколько слов благодарности, выразить искреннюю радость по поводу встречи с вашими собеседниками, сделать общий комплимент, может быть, обратиться к отдельным лицам, добавить малую толику своих личных воспоминаний и таким образом сделать вступление. Это будет способ подкрепления. Далее, способ информационного повода. Это следующий способ вступления. Его очень любят использовать Билли Грэм, Виктор Гамм и так далее. Если подкрепление это такой затянувшийся зачин, то способ информационного повода это возможность сразу рассказать какую-то историю, которая вовлечет слушателя и станет информационным поводом для всей проповеди. Небольшое происшествие, какое-то сравнение, лично пережитое событие, неожиданный вопрос к аудитории. Например, знаете ли вы, какая война длилась дольше всего? Слушатель сразу вспомнит какую-нибудь 30-летнюю или 100-летнюю войну. Вы скажете, нет. Самая длительная война в истории человечества, это война между Пруссией и княжеством Лихтенштейн. Она началась в 1866 году и официально не закончилась по сей день. Ну, просто ее официально не прекратили. Она прекратилась фактически, но по документам она идет. Хотя уже, собственно, Пруссии как самостоятельного государства не существует. Существует только Лихтенштейн. Но никто войны не прекращал официально. Ну и так далее. То есть, и вот такой вопрос, такой информационный повод помогут вам как-то связать это с духовными истинами. Ну или вот, к примеру, несколько примеров вступления Билли Грэма и Виктора Гамма. Проповедь о кресте на послании Галатам 6.14. Билли Грэм начинал так. На высоком берегу Южно-Китайского моря, напротив гавни полуострова Амынь, португальские переселенцы построили величественный собор. Но ураган оказался сильнее каменной постройки. Спустя несколько столетий собор был разрушен, осталась одна лишь стена. Словно бросая вызов ветрам столетий, на одиноко стоящей стене возвышался медный крест. В 1825 году сэр Джон Боуринг потерпел кораблекрушение у берегов полуострова. На обломках судна Боуринг добирался до берега. Вдруг его взору предстал тот самый крест на горе. Крест стал для него маяком. Выбравшись на берег, он написал слова гимна. Крест Господень восхваляем. Над руинами времен ярче солнца он сияет, нимбом к небу устремлен. Апостол Павел однажды сказал, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. А чего тут, собственно, восхвалять? Или крест не орудие позорной казни? Почему Павел хвалился крестом? Ну и так далее. Или вот Виктор Гамм. Проповедь называется «Кому я нужен?». Информационный повод. Это случилось 3 октября 1849 года. Случайный прохожий обнаружил валявшегося на земле мужчину. Видно, выпил лишнего, а впрочем, кто его знает. Прохожий позвал полицейского, блюститель порядка долго разглядывал лежащего. Документов у незнакомца не было, говорить он был не в состоянии. Вдруг полицейского осенило. Наркоман. Несчастного отвезли в больницу, где он, не приходя в сознание, через 4 дня скончался. В больнице его опознали. Это был великий американский писатель и поэт Эдгар Аллен По. Автор знаменитых поэм «Ворон», «Колокола», трагических и страшных новелл «Золотой жук», «Маска красной смерти» и многих других. Основоположник детективного жанра в литературе. Его книгами до сих пор зачитываются миллионы читателей, но в душе Эдгара По царили одиночество, страх и пустота. Всему миру он как бы хотел сказать. Да я писатель. Я наркоман и алкоголик. Но кому до меня есть дело? Кому до меня есть дело? Этот вопрос читается на лицах прохожих. Вопрос задают своими записками живым несчастные самоубийцы. Об этом кричат надписи на заборах и стенах подъездов. Такими же вопросами исписаны майки и кепки сегодняшней молодежи поколения Икс. В один голос человечество судорожно выкрикивает, словно в пресмертной тоске. Кому до нас есть дело? Кому мы нужны? Не ожидая ответа. Но ответ есть. Со страниц священного писания Бог отвечает отчаявшемуся. Ты нужен мне. Ну и так далее. Вы видите вот этот способ информационного повода. Третий способ. Это способ побуждения к размышлению. Этот способ предполагает, что ваша аудитория достаточно смотивирована на то, чтобы начать абстрактное рассуждение. Этот способ хорошо реализуется в подготовленной аудитории. Когда вы сразу активируете мышление, побуждаете слушателя к сотрудничеству, к совместному размышлению, открыто поставленные вопросы или даже представленная точка зрения, которая затем будет опровергнута, все возбуждает у слушателя напряженную работу мысли, в которой он следует за оратором. Где мы находимся? Куда идет наш мир? Что можем и должны делать, чтобы придать развитию такое направление, которое должны желать людям человечности, человечеству? Ну и так далее. Этот способ работает только тогда, когда аудитории реально интересен вопрос, о котором вы побуждаете поразмышлять. Например, когда разразился мировой финансовый кризис, когда реально людей стали сокращать, когда стали понижаться зарплаты, когда весь мир охватила паника, тогда можно было начинать проповедь с вопроса, как вы думаете, как долго еще продлится мировой экономический кризис, мировой финансовый кризис? И слушатели моментально вовлекались в процесс рассуждения. Вы могли рассуждать дальше и выводить это уже на какую-то духовную тему. Ну и, наконец, четвертый способ, так называемый прямой способ, это способ сознательного отказа от вступления. Тем не менее, это тоже вступление, когда вы сразу берете быка за рога, сразу переходите к сути дела, без всяких ухищрений. Эта техника, конечно, рациональна, холодна, она может быть свойственна каким-то деловым сообщениям, но в проповеди она тоже может быть использована. Вот в каких случаях, когда повод для проповеди и так уже ясен всем, без особого вступления. Ну, например, вы проповедуете на похоронах. Неуместно делать там какие-то вступления, шутки или как-то побуждать размышлять. Все и так уже смотивированы достаточно. Поэтому, может быть, там уместно будет сразу начать чтение текста, объявление посылки и так далее. Ну что ж, мы можем еще много что сказать о вступлении, но продолжим нашу лекцию в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok